Две полосочки, это значит то, что у меня ковид. Теперь у меня ужасно болит голова, и я ничего не могу делать. Пожалуй, я подумал в маске. Мне плохо. Прямо сейчас 2 часа дня. Я вчера вернулась в Вангкок, сегодня должна была погулять с друзьями, но не получилось. И теперь еще веселее произошел момент, и температура. Вот она моя температура, 38,2. Очень сильно устала, у меня ужасно болит голова, и я не знаю, что это. Честно, сейчас сил рассказывать вам, что произошло, вообще нет. Я только что выпала вот этот вот Анви Макс, и сейчас буду ложиться спать, как мне порекомендовали, и надеюсь, что все спадет. Сейчас у меня симптомы, просто болят ноги, ужасно болят ноги, болит ужасно голова и, соответственно, температура. Время 5 часов вечера, и за это время произошло много всего интересного. Во-первых, я поспала где-то часа 2, также приехали мои родители, потому что, да, когда мне было плохо, и их не было дома, я сходила к нашей соседке-сете дома, взяла там вот эти вот все таблетки. Также я выпила таблетки еще, причем очень-очень много, и сделала тест на ковид. Ну, как бы, вот, да, две полосочки. Это значит то, что у меня ковид. До сих пор не верится, но как бы, да. Добрый денечек, ребята, просто обожаю. Знаете, что самое обидное? Это не то, что у меня ковид, а то, что через 2 дня у меня должна была быть съемка, и если это сейчас мы не собьем, то тогда я не смогу туда попасть. Плюс, скорее всего, ковид я подцепила где-то в школе. Соответственно, те, кто были со мной в классе, тоже подвергаются опасности, потому что так быстро ковид не проявляется. Он проявляется 3-5 дней. То есть 3 дня назад я как раз была в школе, и... Шик. Что я делаю сейчас? Это пью кучу воды, там, по-моему, витамин С. Уже выпила половину бутылки, мне за этот вечер нужно ее полностью выпить. Также здесь у меня таблетки, которые я ем. Еще мне чипсы здесь дали, чтобы хоть как-то поднять настроение. И так как я очень много пью воды, я, соответственно, хожу в туалет, и хожу я по дому в маске. После этого я лежала в кровати, радовалась, отдыхала, а потом спустя немного времени начался трэш. В прямом смысле этого слова мне стало ужасно плохо, мне было холодно, я дрожала, и пришлось предпринимать меры. С чем она? У меня была высокая температура, мне было холодно, и ничего не помогало. Сначала мы пытались бить температурой обычной тряпкой и водой. Не вздумай одеваться, поняла? Накрываться нельзя. Но это не помогало. И в ход пошла в ванная со льдом. И это было просто ужасно. Мне плохо. Я больше, что сказать. Мне немного лучше стало, мне принесли ужин, здесь у меня картошечка, сейчас еще принесут сухой хлеб, и да, ну вот такие вот дела. Выгляну я сейчас вот так вот, вот мне очень круто, да, но чувствую себя гораздо лучше, чем час назад. Сейчас поем и буду ложиться спать. Да, потому что очень-очень хочу спать. Устала и да. Ну что, доброе утро, ребята. Или они совсем добрые, я не знаю. Время сейчас 10.30, я проснулась, у меня болит спина, болят ноги. Сходила, проверила, дома никого нету. Не знаю, что делать. Нужно умыться, нужно привести себя в порядок, но мне просто на это силу нету. Сейчас, наверное, немного поваляюсь в кровати, и уже начну что-то делать, потому что две недели лежать просто, и ничего не делать я не хочу. А сегодня, так как я чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, нужно этим пользоваться. И да, вот так вот. Плюс я еще хочу есть, но вчерашнюю картошку я не хочу, потому что мне она не нравится. Вот так тут выглядит мой сегодняшний завтрак, так как ничего кроме этого мне нельзя. Здесь у меня тосты, просто обычный хлеб в тосты пожаренной, и чай без сахара, без меда, просто чай с водой. Да. Всем приятного аппетита. Вряд ли бы, конечно, вирус прошел за один день, но мы надеялись на лучшее, и решили сделать еще один тест на ковид. Вдохни. Вдохни. Настя, руки убрала! Руки! Ой, Настя! Хоть привет, Настя! У меня голова опять болит. Результат, в принципе, ожидаемый. Опять две полоски, но в этот раз нижняя вторая полоска не такая яркая, но все равно ничего не изменилось. Все, вы понимали, я только собралась убираться, только собралась своими мыслями, и тут опять. Теперь у меня ужасно болит голова, и я ничего не могу делать. Обожаю просто. У меня собли льют слезы, и, как я сказала, голова болит. Еще несколько часов я пролежала в кровати, ничего не делая, а потом мама предложила съездить куда-нибудь покушать. Я... Время 6 часов вечера, мне стало чуть получше, и мы приехали в Макдональдс для того, чтобы... поесть, да, просто поесть, поднять настроение. Заказали уже еды, сейчас ждем. Вот такой вот у нас ужин. Два битмака, маленькие гамбургеры, картошка фри, пайнэфл пай, напиток, и у Алисы хэппи мил. Всем приятного аппетита! Так, ребята, мне нужно с вами поговорить. Как вы видите, я снова дома, чувствую себя, в принципе, нормально. Единственное то, что живот немного болит, но это, скорее всего, из-за того, что я слишком много съела. Помните, как в начале видео я вам говорила то, что у меня должна быть съемка? Так вот, до сих пор мы никого, ни о чем не оповещали, ничего никому не говорили, и я не знаю, хочу ли я на нее ехать, не хочу. В принципе, как бы чувствую, как я вам сказала, я нормально. Но вопрос в том, смогу ли я это физически завтра перенести, потому что съемка танцевальная, там нужно танцевать весь день, и я не хочу подводить съемочную команду, которая уже как бы вот все надеется на то, что я приеду, но я и не хочу дотанцеваться до такого, что мне станет настолько плохо, что я вообще потом не смогу встать, и неделю буду лежать в кровати и ничего не делать. Понимаете, да? Я сейчас в замешательстве, и завтра на съемочной площадке нужно быть в 7 часов утра. У меня есть еще час подумать, и нужно будет принимать решение. Еще раз всем привет, ребята! Я вчера вернулась со съемки, сегодня я весь день дома, ничего не делаю, отдыхаю, чувствую себя гораздо лучше, чем несколько дней назад. И я подумала, что мне кажется, то, что это видео лучше закончить на хорошей ноте, нежели, знаете, с не очень хорошими воспоминаниями. Так что, да, как я уже сказала, чувствую я себя гораздо сейчас лучше, у меня только болит немного горло, нос тоже начался небольшой насморк, а так, именно мое самочувствие, чувствую я себя нормально. Да. Я очень боялась то, что после съемки я вообще ничего не смогу сделать, и просто буду валяться в кровати, но нет, как видите, я смогла встать, смогла даже накраситься. Итоги, я проболела омикроном всего два дня, все остальные дни просто были небольшие такие, знаете, последствия, а так, болела я только два дня. Не очень это было страшно, потому что это вирус, мне кажется, которым, если вы еще не переболели, то, скорее всего, у вас будет все-таки момент жизни, когда вы им заболеете. Не нужно бояться, просто будьте готовы и следите за собой. Ладно, ребята, ставим лайки, подписываемся на мой канал, но я вас целую, до скорой встречи и всем пока-пока. Не болейте, следите за своим здоровьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok